Дойдем до Армении, именно с этой замечательной страной связан следующий вопрос. Нет, я на нее уже поставил крест, это совершенно ненормальная страна. Вот, там есть часть людей, которые трезвомыслящие. Вопрос есть, Михаил. Да. Хочешь, не хочешь, а давай. Давай, согласен. Как говорил мистер Путин, нравится, не нравится. Да. Ну, придется отвечать на вопрос. Сейчас спрашивает тебя, спрашивает наш зритель по поводу Армении. И он, это Карада Катани он себя называет, и он спрашивает Василий, спросите у Михаила, пожалуйста, что будет с Арменией после их высказывания, что они хотят ориентироваться на Запад. Ну, их высказывание, это, наверное, сказано громко. Во-первых, я такого особенного высказывания не знаю. А во-вторых, кого их. Вот тут другой повод есть, о чем, собственно, я добавлю к этому вопросу свой информационный повод. Вчера в Тегеране было расстреляно, к сожалению, посольство Азербайджана. Понятно, что это сделали, наверное, армянские жители, которые проживают в Тегеране. В Иране их очень много, естественно, это соседняя страна, большая диаспора. Ну, я не могу, еще официально не названо, кстати, что я извинюсь перед армянской диаспорой Ирана, но больше этом некому сделать, я думаю. Зачем они нарываются? Они же понимают, что Азербайджан и Турция теперь в Карабахе, например, ответят жестко и вообще прокомментируют. Во главу угла я ставлю качество общественного сознания армянской нации, мировой нации. И я скажу, что оно больное. Это совершенно очевидно. То, что они сделали в Тегеране, это... Подожди, а как же Шарль Азнавур там и так далее? Шарль Азнавур в конце своей жизни уже, на заре своей жизни, отказался вообще от Армении, честно говоря. Надо понимать, он говорит, они мне достали, говорит, они идиоты, они кретины, потому что они не понимают голоса разума. Вот, и я считаю, что, например, Нагорный Карабах в составе Азербайджана добился гораздо больше экономических успехов, и культурных в том числе, и в плане развития как общественного сознания, общественных отношений, гораздо больше, чем то, что сейчас творится. Ими играют, ими играют, они не понимают, что действительно ими манипулируют. Если во главу угла ставить все-таки качество государства, потому что государство является бастионом для любой нации, то я скажу, что то, что касается отношения Армении, то это Абгиевы конюшни, это руины. Там нет ни одного государственника, который печется о будущем армянского народа, армянской культуры и армянского государства. Они все там предатели. Или же, если мы говорим, кто же на самом деле управляет Армению, я вам скажу, олигофрены – недоразвитые люди. Поэтому, когда я говорю, я ставлю крест на этом народе, почему? Потому что я осмысливаю совершенно осознанно, что они просто лобом пьются об стену, бьются, они расшибли свой лоб, у них уже мозги перестали работать, Но они продолжают молиться вот этому непонятному богу войны, и они почему-то жаждут мести, причем культивируя при этом мировую печаль о том историческом прошлом, корень которого они даже не знают, что случилось в Османской империи. Что было в Османской империи с армянским народом за 100 или 200 лет до этого, они тоже не знают. Они совершенно находятся в каком-то мире, мире лицемерия, подлощи, искаженных исторических процессов и так далее. Излечить эту нацию невозможно. Так невозможно лечить этих мужчин, большинство которых поражены ненавистью и агрессией. Если народ поражен ненавистью и агрессией, его излечить невозможно. Он идет к своему небытию, как бы я ни пытался его остановить и сказать, вот есть дорога, пойдете по ней, вы станете самой развитой нацией, вы станете самой развитой экономикой, вы станете локомотивом мирового прогресса. Идите туда, не идите сюда, это в пропасть вы идете. Это невозможно им объяснить. Почему? Потому что тем, ну правда есть какая-то, знаете, надежда, что все-таки голос расума, может быть, их спасет. Они никогда к нему не прислушиваются. Есть отдельные индивидуумы, которые совершенно четко видят, что этот путь губителен для Армении. Но нет, видите, все-таки Армения оказалась в оковах этой ненависти. И причем народ асербайджанский или турецкий народ, это те народы, которые могут быть очень близкими союзниками. Не хотят, ну не хотят они этого. Ну как я их остановлю? Что мне с ними сделать? Сказать правду, так это, знаете, я вызываю огонь на себя. Это бесполезно. Совершенно, совершенно, тотально поражена нация болезнью, которая называется социальная олигофрения. Они недоразвиты. Но они развиты именно в ненависти. Они развиты в агрессии. Это, знаете, что получается? Они сами себя уничтожают. Они бьются головой. Скоро мозги все выписнут. Последний удар остался. И все. Субтитры сделал DimaTorzok